Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных проблеме выпадения волос. Ломкость, сухость, тусклость, текущиеся кончики, очаги облысения, высыпание на волосястой части головы, повышенная сальность, перхоть, зуд, чувствительность кожи головы. И это далеко не полный список проблем, с которыми обращаются к врачу-трихологу. А вообще проблемы с волосами могут быть причиной более 50 различных нарушений и заболеваний. Это могут быть и дефициты витаминов, микро-макроэлементов, гормональные заболевания щитовидной железы, нарушения работы органов пищеварения. Это могут быть очаги хронических заболеваний, паразитарные заболевания, стрессы, даже прием некоторых лекарственных препаратов, ну и может быть даже психические расстройства. Чтобы правильно поставить диагноз, врач-трихолог беседует с пациентом, смотрит результаты анализов и, кроме визуального осмотра, проводит аппаратную диагностику трихоскопии. Это бесконтактный метод, который позволяет оценить состояние кожи головы, устья волосяного фолликула, стержень волоса, сальность, есть повышенная сальность или нет, и различные, можем посмотреть новообразования непосредственно на волосястой части головы, а также высыпания различные. Это прицельно мы смотрим под линзами разного увеличения и смотрим причину, что может быть. Бывают ситуации, когда нужен дополнительный метод исследования, когда недостаточно одной трихоскопии, но прием врача-трихолога без трихоскопии, он бессмыслен. Все проблемы, связанные с волосами, требуют комплексного подхода. Так, после посещения трихолога, часто пациент направляется к эндокринологу, гинекологу, неврологу или терапевту. И только после этого начинается такой же комплексный курс лечения. Обязательно наружной терапии мы можем использовать как аптечные средства, так и специальные трихологические линейки. Это могут быть шампуни, лосьоны, сыворотки, маски, пилинги. То есть подбираем по проблеме, мы также можем подобрать и уходовые средства. Обязательно каждому пациенту назначается восполнение витаминов, минералов. Назначается физиолечение, это может быть крио-массаж, это массаж жидким азотом, газожидкостный пилинг, дарсонвализация. При необходимости подключаются инъекционные методики, это мезотерапия, когда готовые коктейли, содержащие витамины, аминокислоты, микроэлементы, вводятся непосредственно в кожу головы. Либо это может быть плазма-терапия, когда уже используется собственная плазма пациента. Причины всех проблем с волосами, как правило, где-то внутри организма, но подливает масло в огонь и неправильный уход. Что чаще неправильно делают пациенты? Это расчесывают мокрые волосы, не пользуются средствами термозащиты, неправильная последовательность нанесения средств по уходу за волосами, либо недостаточно, хоть один шампунь и все. Кстати, даже мыть волосы надо водой определенной температуры. Слишком холодная или слишком горячая, оказывается, может сильно навредить. Горячая вода, она расширяет сосуды, это приводит к большей чувствительности, к сухости кожи головы, а может повыситься наоборот. Продукция сальной железы увеличивается, голова будет еще сильнее жирниться. То же самое касается холодной водой, это спазм сосудов, это стресс для волос, поэтому вода должна быть комфортной комнатной температуры. Подготовка к визиту врачу-трихологу – отдельная тема. Здесь тоже необходимо соблюдать все рекомендации. В первую очередь, желательно не мыть 2-3 дня кожу головы. Зачем это нужно? Поскольку, когда пациент приходит с чисто вымытой головой, смываются определенные диагностические признаки, и результат диагностики может быть не совсем достоверен. Женщины чаще всего у нас красят голову, поэтому за 2 недели до предполагаемого приема не желательно красить волосы, поскольку прокрашиваются не только волосы, но и волосястая часть кожи головы прокрашивается. И такие элементы, как, например, севарины и бляшки, которые могут быть, они также окрашиваются прекрасно. И из-за краски мы не видим сосудистый рисунок, не видим устья волосяного фолликула, поэтому диагностика здесь будет затруднена. То же самое касается камуфлирующих средств, которые чаще используют пациенты с выраженным поредением волос, с сединой, когда корни прокрашивают. То есть также эти средства мы не используем за 2-3 дня и в день проведения консультации. После химической завивки, ламинирования волос, выпрямления волос, желательно, чтобы прошло 2 недели. Если вы приходите и самостоятельно сдаете анализы на витамины и микроэлементы, то за неделю, если вы принимаете какие-то добавки, витамины нужно отменить, чтобы результаты анализов были более достоверные. Курс лечения проблемы выпадения волос длится в среднем от 3 до 6 месяцев. Это кропотливая работа с отсроченным результатом. Причем пациент может долго не замечать улучшений. Здесь как раз и приходят на помощь аппаратные методы диагностики, трихоскопия и фототрихограмма, которые показывают увеличение роста и утолщение волоса.